Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. К сожалению, у меня очень сложное отношение с парнем из-за меня, точнее из-за ненависти к нему. Я не могу его простить, как он меня когда-то во время ссоры сильно пихнул, не могу простить, как мы жили вместе и разъехали, если бы он не хотел исправлять ситуацию, только я. Не могу простить, что сейчас он только говорит за себя, за наше общее будущее молчит. Я ему сказал, что я на готове того, что ты после университета со мной расстанешься. Он сказал, не думай так негативно. Я сама не идеал, сделал много ошибок на различие, на то, что мне нужны отношения, а ему нет. Он это не говорит, но мне так кажется. Он хороший человек, у него много положительных качеств, но, наверное, я не справлюсь с таким количеством обид. В таких случаях надо расставаться. Я думаю, что здесь очень многое зависит от вашего некого такого глубинного решения относительно того, чего вы сами хотите. Потому что, ну, можно, конечно, и расстаться. Это не запрещено, как говорится. Можете расстаться, если хотите. Вопрос здесь заключается в том, на мой взгляд, по крайней мере, решить ли это вашу проблему. На мой взгляд, это вашу проблему не решать. А какую проблему? О какой проблеме речь? Речь идет о проблеме позиционирования. Наверное, пожалуй, себя, в первую очередь, в отношениях. Речь идет о том, чего вы ждете от отношений, ну, вот, значит, с человеком. Речь идет о том, в том числе, как вы воспринимаете себя в отношениях. Обиды, в принципе, можно проработать, обиды можно прожить. Можно, в принципе, увидеть даже, что за этими обидами находится. И, может быть, за ними находится, ну, много любви, много благодарности, много тепла, ласки, нежности по отношению к этому человеку. А, может быть, и нет. Вот, я думаю, что то, что вы описываете, очень сильно похоже на созависимые отношения, где, в общем и целом, есть нездоровая такая, может быть, привязанная. Мне кажется, что от мужчины вы ждете на данный момент какого-то, ну, не знаю, какого-то искупления, что ли, мне кажется, что вы ждете от мужчины, вот, какого-то исправления, вот, вы... И это, ну, это с одной стороны. А с другой стороны, на мой взгляд, вы... зажимаете и, вот, в какой-то степени довольно сильно подавляете, что ли, свои чувства, то есть, ну, вот, есть, есть что-то, да, есть что-то на данный момент, что вы не прожили, есть что-то на данный момент, что вас как-то, как-то, вот, триггерит, есть что-то на данный момент, а, что вам больно, больно. Вот, и это нормально. А, как мне кажется, то есть, абсолютно нормально, а, вот, то, что вам больно, абсолютно нормально, то, что вам, ну, что-то неприятное, абсолютно нормально, что вам что-то не нравится, и так далее. Вот, вопрос, вопрос немножко в другом. А, вопрос заключается в том, на мой взгляд, а, что вы с этим делаете? Вот. Что вы с этим делаете, и как, как, как вы с этим обращались? Вопрос заключается в том числе и в том, готовы ли вы принимать, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы, ну, в отношениях находитесь, в принципе, вот, если вы чувствуете в себе некую такую, ну, возможность, что ли, да, его принять, возможность, может быть, его как-то понять, да, тем более, что свои собственные, вот, ну, ошибки, да, свои собственные какие-то, вот, ну, недостатки вы, вроде как, замечаете, вот, и, соответственно, ну, на мой взгляд, несложно будет, вот, в таком случае вам увидеть и, увидеть и выработать, наверное, отношения к тому, что, как это касается и другого человека, в том числе, тоже, вот, но в любом случае, в любом случае, решать, конечно, вам и только вам, поэтому я думаю, что начинать, именно, и, и, вот, именно, именно, именно начинать, именно начинать, нужно именно с того, чтобы исследовать свои чувства, да, и разбираться в тем, по сути, где ваши внутренние конфликты, а где, вот, ну, грубо говоря, все остальное, вот, то есть, где, то, что вы, ну, на самом деле, там, условно говоря, принять в, в человеке, не готовы, вот, и, на мой взгляд, на мой взгляд, никто, никто не должен и никто не может требовать от вас принимать то, что вам, ну, не хочется, то, что вы, кажется, то, что вам кажется для себя, а, каким-то, ну, неправильным, да, неприемлемым и так далее, вот, просто желательно определиться с этим выбором, желательно определиться с тем, что, где и как происходит, и уже тогда принимать решение, вот, а если сейчас вы такого решения, например, принять не можете, то это означает, что вы находитесь, вот, ну, в какой-то степени еще в стадии этого самого принятия решения, вот, а значит, нужно разбираться, разбираться с тем, как, что, когда и так далее, вот, ну, вот, лично я думаю, примерно, вот, в таком ключе, и думаю, что эта позиция максимально могла бы как-то, ну, соответствовать, что ли, вашим интересам, да, максимально отвечать вашим интересам, максимально соблюдать их, только, на мой взгляд, проблема заключается еще и в том, что не совсем понятно, а что есть в вашем интересам, вот, например, вы говорите, что человека вы ненавидите, и тут же говорите, что у вас на него обиды, вот, ну, видите ли, обиды, это не ненависть, 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 обиды, вещи разные, то, что вы их смешиваете, уже вызывает некоторые определенные вопросы, на мой взгляд, по крайней мере, вот, поэтому здесь вот тоже, скажем так, такой вот, непростой момент, потому что, вот, ну, разные просто это чувства, если ненависть, эта история про то, что ты, ну, конкретно ты, да, как-то мешаешь мне, значит, мешаешь мне как-то идти по жизни, да, то есть мешаешь мне, там, в моей жизни, там, делать что-то, да, в моей жизни идти куда-то, ну, по жизни, опять же, вот, например, то обида, это больше про ожидания, обида, это больше про то, что меня, например, задевают в, ну, во взаимодействии, как бы, с тобой, да, обида, это про мои надежды на тебя, то есть я чего-то от тебя жду, я чего-то от тебя ожидаю, вот, а ты этого не делаешь, и от этого мне больно, от того, что ты этого не делаешь, от того, что ты этому не катываешься, вот. Что еще, пожалуй, можно было бы заметить в, ну, в вашем сообщении, да, в вашем тексте, что еще можно было бы увидеть, а, кхм, еще можно было бы увидеть, например, то, что вам как-то очень сильно, как будто бы, нужны отношения, нужны отношения, вот, то есть как-будто бы вы в них, в отношениях, как-будто бы, я подчеркиваю, нуждаетесь, как вот в какой-то такой, ну, знаете, спасительной, может быть, спасительной палочке, вот. Конечно, я могу здесь, опять же, ошибаться, я могу быть не прав, в этом, ну, в этой, в этой ситуации, в этой интерпретации, скажем так, вот, но выглядит, выглядит все так, как, как будто вы, вот, нуждаетесь в отношениях, как будто, вот, вы, эм, тяготеете очень сильно к отношениям конкретно, вот, а при этом, кхм, личность, э, мужчина, вот, и ваш личностное взаимодействие, например. Ну, например, то, что между вами есть общего. Например, то, что вас объединяет. Например, то, что вас связывает. Например, то, как и у вас, вот, есть и есть ли общее впечатление, да. Вот это все вы как будто бы игнорируете, вот, а проблема ли это? Пожалуй, что да, пожалуй, что это проблема, потому что здесь встает базовый вопрос о том, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с, ну вот, с мужчиной, да? Вот. Именно на каких основаниях, то есть какие вы выстраиваете отношения и насколько вы конкурентны в этой позиции, вот. Потому что если вы, допустим, словами транслируете одно, то есть вот на словах, на словах, у вас одно, а на деле оказывается другое, то вы будете не удовлетворены, что естественно, вот, понимаете? Например, если вы придерживаетесь взгляда о том, что мужчина и женщина находятся в классических отношениях, то есть именно вот в таких классических, да, гендерных отношениях, вот. Если вы придерживаетесь такого взгляда, допустим, то само собой, возможно, этот человек вам не подходит. Потому что он относится к вам, ну, не как, вот не как классический мужчина. Он относится к вам как такой более, ну, более современный, да, мужчина, то есть мужчина, который видит, значит, ну, видит женщину вот немножечко под другим углом, то есть видит ее больше как партнера, к сожалению. Вот. Хорошо это или плохо, ну, сейчас не так важно. Ладно, что это и есть. Вот. Поэтому, опять же, опять же, выбирайте. Вот. Дальше. Вы пишите, значит, я не могу его простить. Что это значит? Ну, вот, буквально. Что значит, вы не можете его простить? Выглядит это, честно говоря. Таким образом, как будто вы заставляете себя простить. То есть выглядит это так, как будто вы говорите, я должна его простить. А я требую от себя его простить, но не могу. Например. Ну, вы, если не можете человека простить, так и не прощайте его. Ну, если вы не можете его простить, так и не прощайте тогда. Вот. Но вы от себя как будто бы этого требуете. Понимаете? В чем штука. В чем штука. В чем штука. Вот это вот и является, собственно, собственно говоря, проблемой. На которую очень важно обратить свое, ну, обратить ваше внимание. С точки зрения психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Может быть, если вы хотите, если вы захотите, точнее, человека простить, то опять же психолог вам в этом может помочь. Вот. То есть психолог может помочь вам дойти до прощения. А может быть, вы увидите, что прощать-то и не готовы. Все-таки. Ну вот. Поэтому такая вот история. А очень важно, чтобы вы увидели вместе с тем, что для вас такое прощение. Вот. Ну то есть, что такое прощение. Да. Вот. И как дальше вот вам, ну, нужно действовать. Ну, в этой, в этой ситуации. Вот. Для чего вам прощение, и так далее. Что она вам дает, и так далее. А это все очень важные моменты. Дальше. Не могу простить, как мы жили вместе, разникали, спи, что выебал. Не хотел исправляться должности только я. Здесь история про ваши ожидания и про ответственность. Вы ждете от партнера чего-то. Может быть, ваши ожидания оправданы, и вы имеете право не ждать от него того, чего вы ждете, но партнер может вам этого и не дать, как вот в вашем случае. И что тогда? Вот, читаешь ваш текст, и как-то складывается впечатление, что основная ваша претензия к молодому человеку, это тот, но не такой, каким вы хотели его видеть. Просто. Не могу простить, что сейчас он только говорит за себя, а за наше общее будущее молчит. Это история про тревожность и про страх неопределенности будущего. Вот. то есть как будто бы вы свою собственную жизнь сами не определяете, а требуете определить ее от другого человека. Но другой человек опять же, он ее может быть и определит, а может быть и нет. и вот вопрос заключается в том, а что делать, если не определить, ну вот как вот, вот как в вашем случае, ну не определить. Что тогда? Вот. Дальше. Значит так, я ему сказал, что я наготове того, что после университета ты со мной расстанешь, и он сказал, не думай так негативно. Опять же, это ваше предвосхищение какого-то негатива, да, выглядит как защита, но как бы понятно, что в основе лежит опять же тревожность. Вот. Смотрите, я думаю, что ненависть это любовь, это та же любовь, только в ней вот очень-очень мало этой самой любви в ненависти. То есть ненависть это история про то, что я себя как бы потерял в тебе, и мне нужно вот от тебя что-то, что-то такое от тебя мне нужно. Чтобы почувствовать себя как-то вот целостным, да, чтобы почувствовать себя как-то вот комфортно и так далее. Вот это мне кажется про ненависть. Вот. Я сама не делал, сделал много ошибок. Ну окей, никто не делал. А как вы относитесь к этим ошибкам? То есть, ну что, работаете ли вы над собой? Есть ли основания по локации, что таких ошибок вы не сделаете? Или в глубине души вы знаете и допускаете, что эти ошибки повторяются? Не потому что вы такая плохая и не идеальна, вот. А потому что вы понимаете, что эти ошибки были совершены, потому что вы хотели их совершить. И тогда получается, что это не совсем и ошибки. Но то же самое справедливое для молодого человека. Различие в нас то, что мне нужны отношения, а ему нет. Вы ставите себе это в плюс, судя по всему. На самом деле это обозначает лишь привязанность. То есть, вам нужны отношения, а ему нет. Что такое отношения? Отношения это какая-то непонятная такая социальная связь, которую видеть могут на самом деле лишь только другие люди, но не вы. Проблема, это проблема то, что вам нужны отношения. Вам интереснее отношения, но не человек. Вам интереснее какая-то стабильность, защищенность, возможно брак, возможно дети, возможно что-то еще. То есть, отношения это история про желание себя защитить, про безопасность. Но отношения, где одной из целей является безопасность, это прямой путь к созависимости, это прямой путь к контролю, это прямой путь к обидам, это прямой путь к претензиям на то, что ты не такой, как я хочу тебя видеть и так далее. Дальше. Он это не говорит, но мне так кажется. Снова, это история про то, что вам так кажется. Что такое кажется? На языке психологии, кажется, есть проекция, то есть приписывание другому того, что я сам делаю с собой. Вот как бы и все. Он хороший человек, у него много положительных качеств, но, наверное, они не справляются с таким количеством обидов. С ними не надо справляться, их нужно проливать и выражать. После этого, в принципе, я думаю, будут многие вещи понятны. И в таких случаях надо расставаться. Не обязательно. В таких случаях можно пойти на психотерапию и, в принципе, начать над собой работу. Вот. Расстаться, что называется, всегда успеете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь за помощью. Удачи! Удачи!